Друзья, приветствую вас на своем канале. Рад, что вы снова ко мне зашли. Мы продолжаем работу над нашей деталью. Сегодня мы сосредоточим наше внимание на данной геометрии. Перед тем как начать, хотел бы вам показать еще одну опцию в SolidWorks. Называется Freeze Bar. Включить ее можно в опциях. С этой галочкой. То, что она позволяет делать, это когда вы закончили сделать какую-то часть уже дизайна, то вы можете опустить этот бар к концу дизайна. И когда вы делаете Refresh, я нажимаю Ctrl-Q или Rebuild, то система не пересчитывает все функции, которые были до Freeze Bar. Давайте сейчас выключим его. Сейчас сделаем Rebuild. Сейчас сделаем Refresh, Ctrl-Q. Видите, сколько время взяло пересчитать все. Если опустим, то мгновенно. Все вот эти функции не пересчитываются. Поскольку это уже у нас сегодня 5-6 видео, я буду меньше говорить, меня это отвлекает от работы. Буду, наверное, останавливаться только тогда, когда буду делать что-то. Что еще не делал в предыдущих видео. Но вообще, как и во всех остальных видео, как и во всех предыдущих видео, принцип такой. Создание плоскости горизонтальной. Создание плоскостей, которые пересекаются. Потом обрезание их. И создание фильтров. Потом заполнение утолщением. И соединение двух фигур. Итак, поехали. И все. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 И закончили с этой геометрией. Последнее, что нам осталось сделать, это если вы помните, у нас, из-за того, что мы сделали небольшое утолчение, у нас осталось пространство внутри, которое нам нужно удалить. Если вы помните, самый простой способ для меня, во всяком случае, может кто-то знает лучше. Вместо того, чтобы сейчас заходить, вместо того, чтобы заходить в Wireframe, пытаться выбрать все поверхности и удалить их, на мой взгляд, намного проще. Скопировать одну из поверхностей, которую легко восстановить, спрятать ее, удалить. и найти те тела, которые нам не нужны. Еще оказалась одна. Одна пустота внутри, которую я забыл в предыдущем видео, удалить. Кнопочка Delete. Delete Buddies. Теперь сшить. Создать твердое тело. И у нас одно твердое тело. Поскольку мы закончили с этим дизайном, допустим наш фрисбар, и удалим лишние опции, которые я использовал. Ну что ж, вот мы закончили очередное видео. Надеюсь, эти видео вам полезны. И увидимся с вами в следующий раз. Всем добра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!